Уважаемые коллеги, наша с вами сегодняшняя встреча, ее трудно назвать просто съездом, эта встреча показывает и доказывает всем нам высокую ценность человеческого общения и показывает, что оно незаменимо. Мы сейчас с вами проживаем уникальный опыт, которого не было ни у кого, ни у одного поколения после Второй мировой войны. Мы проживаем опыт жизни внутри катастрофы. Последний такой общемировой опыт был во время Второй мировой войны. И после ее завершения ни в отношении одной эпохи нельзя было сказать, что люди живут внутри катастрофы. И вот нам выпало это время. И сегодня мы можем только понять, что мы находимся внутри этого потока. Мы не можем сказать, чем он завершится и как он завершится для каждого из нас. Мы живем с вами фактически в военное время, без принятия указа о военном положении. Приняты законы военного времени, законы об ограничении всех базовых прав и свобод, в первую очередь право на свободу слова. Свобода слова стала вопросом нашей личной ответственности. Потому что каждое свободное слово может привести к лишению свободы. Мы с вами антивоенная партия, военное время. Антивоенная партия в стране, которая ведет военную операцию за пределами страны. По всем законам военного времени такие партии не могут существовать. А мы живы. Как сделать так, чтобы нас даже если ранили, то не убили? Мы с вами свободные люди в отсутствии свобод. Как жить в такой ситуации? На мой взгляд, самое главное, или лучше сказать, самое первое, что мы должны сделать, каждый из нас в этой ситуации, это остаться собой. Не изменить себя. Сохранить лицо. Сохранить спину в вертикальном положении. И сохранить голову на плечах. Второе очень важное. Мы должны поддерживать своих близких. Своих родных, своих друзей. Всех тех, для кого мы являемся опорой. Потому что наши семьи, это наш мир. Мы должны не допустить внутрь наших семей то слово, тот страшный античеловеческий поток, который сейчас захлестнул собой фактически весь мир. Мы должны сохранить наши семьи живыми. И мы должны, как политическая партия, политическая сила, представлять интересы тех, кто не согласен с государственной политикой в нашей стране, с политикой Владимира Путина. Еще совсем недавно я считал, что главная функция политического представительства это быть представителем граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления. Проходят выборы, мы получаем полномочия. И мы несем наше представительское служение. А сейчас, после того, когда мы живем в другой стране, я иначе понимаю, иначе вижу саму идею представительства. Наше представительское служение сейчас заключается в том, чтобы говорить то, что думают миллионы людей, но не могут сказать, в том числе потому, что страшно. И тот факт того, что мы это говорим, что мы существуем в этой ситуации, говорим о политике, говорим о военной операции, говорим вообще о войне и мире. Это и есть наше представительство сейчас. Мы этими словами, этими высказываниями защищаем этих людей, защищаем миллионы людей фактом своего существования в политике, фактом своего мнения. И это изменившиеся буквально на наших глазах за считанные месяцы. Задача политического представительства может быть выполнена только политической партией. И никем больше. И такая партия в нашей стране одна. Это партия яблока. Нам нужно продолжать разговор с обществом. В том числе разговор с нашими политическими противниками и оппонентами. Вот сейчас, когда мы столкнулись лицом к лицу с полицейской системой, которая воспринимается как система бездуховная и бездушевная, я понял, что такое вести диалог с этой системой. Это выглядит иногда совершенно ненормально. Но мы живем в ненормальной ситуации. Эти люди тоже должны слышать наше мнение о стране, о политике, о своей работе. И нам очень важно оставаться вместе с нашим обществом, вместе с народом. Я никогда не думал, что человек, абсолютно не участвовавший в политике как политике, великая русская поэтесса Анна Андреевна Ахматова сформулировала в своем великом и страшном реквиуме идеальную формулу для политического представительства. Идеальную формулу. Эта формула выражена в стихах. Она звучит дословно. Я была тогда с моим народом там, где мой народ к несчастью был. Это фраза на все времена. Просто на все времена. И в заключение. В чем заключается сейчас наша ответственность, как политической партии? Первое главное. Быть там, где мы есть. Не освободить то место, где мы есть. Не оставить пустоту вместо себя. Если на нашем месте будет пустота, то страна рухнет в эту пустоту. Мы всего лишь фактом своего нахождения в той политической нише, в которой мы находимся, мы создаем стране шанс на спасение. Второе. Не создавать у людей иллюзии о том, что изменения будут простыми, легкими или быстрыми. Ни у кого не создавать иллюзий простого развития событий, простых решений. Очень важно развивать горизонтальные связи. Горизонтальные связи друг с другом. Очень важно развивать солидарность. Я получил в последние два дня сотни звонков и писем в нашей очень непростой ситуации. Это не просто поддерживает, это защищает. Это создает ту внутреннюю силу, которая позволяет нам выдержать то, что мы выдерживаем сейчас. Нам необходимо остаться открытыми для общества. В ситуации, когда страна закрыта, нам, как партии, необходимо остаться открытыми для общества, чтобы люди могли прийти к нам и получить сочувствие, поддержку, ту силу, которая есть в нас. Мы должны сохранить солидарность внутри команды. Важнейшая наша задача – это солидарность внутри всего нашего сообщества, состоящего из тысяч людей. Взаимная солидарность в любой ситуации. И мы должны беречь людей внутри нашей команды. При каждом возможном случае делать шаг навстречу, в том числе людям, которые ошиблись. Шаг навстречу – это удел сильных. А мы сильные. И мы должны делать эти шаги навстречу. Тогда мы сможем стать центром притяжения для разных людей. Нам нужно становиться таким центром. Происходит кристаллизация российского общества. Нам важно быть тем чистым кристаллом, вокруг которого будет создаваться общество будущей России. Общество будет взрослеть очень долго и очень трудно. Нам для того, чтобы вернуть страну в реальность, вытащить ее из пропасти, в которую она летит сейчас, и мы летим вместе с ней, нам важно самим в этом свободном падении остаться в реальности. Не потерять голову, не сойти с ума. А для этого нужно быть честными. И чаша весов истории, так устроена жизнь, что чаша весов истории может качнуться от малейшего камушка, который находится на этих весах. А это весы войны и мира. И партия яблока – это тот самый камушек, который может оказаться решающим на этих весах истории. Мы можем стать решающим доказательством, решающим усилием в пользу мира. Это наша с вами миссия сегодня. Огромное всем вам спасибо. Спасибо большое, Олег Маркович.